Специально созданная комиссия проверит готовность севастопольских школ, колледжей и детских садов к новому учебному году. До 17 августа эксперты проверят 174 образовательных учреждения. В их числе основные учебные заведения, а также кружки для занятий творчеством и спортивные секции, в которых дети занимаются после школы. Об этом сообщила директор департамента образования и науки правительства Севастополя Елена Богомолова. В первую очередь смотрим соблюдение выполнения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций пожаров, выполнение требований санитарных норм, соблюдение требований по состоянию защищенности организации от угроз, криминального характера и террористических угроз, необходимость проведения текущего капитального ремонта и завершения этих работ. В этом году на капитальный и текущий ремонт севастопольских учебных заведений потратили 843 миллиона рублей. На средства федеральной субсидии заканчивается капремонт зданий начальных классов третьей школы и политехнического лицея. Кроме того, в рамках реализации федеральной целевой программы в этом году планируется завершение строительства двух детских садов на улице Горпищенко и Шевченко, а также одной школы в районе Бухты Казачьей. Также, по данным Елены Богомоловой, еще в 40 общеобразовательных учреждениях отремонтируют 71 здание в течение ближайших пяти лет. Михаил Развожаев поручил разработать проекты и ремонт этих объектов до конца текущего года, чтобы вовремя запланировать необходимое финансирование. В этот список войдет школа в Сельне-Хмельницкая, которая находится в аварийном состоянии. Четыре класса переводятся в 17-ю школу на Сахарную Головку, четыре класса в 59-ю школу в Терновку. Классы переходят полностью всем классом со своими классными руководителями. Подвоз организован полностью, да. Также к началу учебного года приведут в порядок школу в селе Орлиное, которая пострадала в результате стихии, разбушевавшейся в конце июня. Там я понимаю, что в сентябрь спортзал можно доделать будет, потому что тепло будет, дети на улице могут заниматься физкультурой. Но тем не менее, там все равно не сильно затягиваешь. Если уж, конечно, крыша и пищеблок вперед, а если уж там спортзал на пару недель в сентябре там и не доделывать, будет там ничего страшного, но тем не менее не дольше.